Девушки отдыхают Казалось бы, что общего может быть у игровой приставки «Общественный уборный»? Не мучайтесь, перебирая варианты ответа. Лучше сходите в токийский туалет, где корпорация «Сега» установила четыре суперписуара. Теперь у Дениаса стало намного интереснее и веселее. Только приходится больше пива и саке. А чуть ранее коммунальщики от кибернетики с гордостью продемонстрировали всему миру это чудо японской научной мысли. На очередной выставке смотрят достижения в области программного обеспечения и компьютерных технологий. В ссоре стоит сенсорный тасик давления, который реагирует на мощность и точность труи, и начинается представление. Джойстики или клавиатура здесь не нужны. Единственный манипулятор игрок приносит с собой. Отменная работа этого манипулятора и некоторых внутренних органов человека — это собственно и есть залог победы игрока. За ходом нешуточных баталий можно наблюдать на мониторе, установленном на уровне глаз среднестатистического японца. Пока что посетителям такого своеобразного игрового салона предлагается лишь три варианта схваток с писсуаром. Стереть надпись, снять платье с дамы или победить брюссельского писающего мальчика. Есть, кстати, возможность сраться и с реальным, а не виртуальным соперником, при условии, что найдется такой же заинтересованный партнер. Пока у нас нет определенных планов относительно конечного продукта. Кстати, прекрасную половину человечества производители этой необычной игрушки своим вниманием обделили. Они веселье и радость от игр пока ценить не смогут. Японские феминистки по этому поводу хранят молчание. Случается, что в жизни насыпает момент, когда влюбленные расходятся, как в море корабли. В таких случаях японки проявляют верх расчетливости и предприимчивости. Они продают все то, что им было подарено молодыми людьми, с которыми они больше не встречаются. Как говорится, любовь прошла, завяли помидоры. И если хочется забыть человека, то расстанься со всем, что с ним связано. Тогда вместо мусорного бака неси все в магазин. Если призадуматься, то первое, что приходит на ум, вот уж меркантильные особы. Нет, чтобы вернуть этому коварному негодяю кольцо с бриллиантом. Она лучше его продаст и купит себе сапоги и шубу из шиншиллы. Женщины сотнями приходят в этот магазинчик в центре Токио. Чего здесь только не встретишь. Откровенное нижнее белье, дешевые дорогие украшения, обручальные кольца, искусственные цветы, наполовину съеденной коробки конфет. И это только маленький перечень того, от чего пытаются избавиться дам. Думается, что они без зазрения совести сдали бы в такую комиссионку и самих бывших женихов. Среди покупательниц идет настоящая борьба за товар по сходной цене. Тут уж как в поговорке, любовь приходит и уходит, а подарки за бесценок встретишь крайне редко. Распродажа длится две недели. Для японских женщин с разбитым сердцем это не только повод забыть несчастную любовь и заработать денег, но и показать мелочность японских мужчин, выставив на всеобщее обозрение их зачастую дешевые и безвкусные подарки. Вот и дождались, как говорится, дожили. Японские кулибины смастерили первого терминатора. Конечно, до железного арнии этой громаде весом в 4,5 тонны далеко, но все же... Зовут это воинственное чудо с пулеметами Гатлинга и ракетной установкой по-японски просто Куратос. По крутизне с этим 4-метровым бронированным ящиком на колесах мало кто и что сравнится. Во-первых, 6 тысяч пуль в минуту управления дистанционно или в очереве этой громадины. В-третьих, подходишь так к соседу и ненавязчиво в громкоговоритель. Значит, говоришь, твое тут парковочное место. Самое удивительное, что датчики, которые установлены на боевом арсенале Куратоса, открывают огонь, стоит лишь танкисту слегка улыбнуться. И такая опция в настройках имеется. А вместо сердца 40 дизельных гидравлических узлов. Они-то и обеспечивают скорость передвижения солдату-танку в 10 километров в час. А больше и не надо. Если что, ракета догонит. Однако изобретатели позиционируют эту машину как дорогую игрушку в полтора миллиона долларов. Боевого в этом работочке разве что внешний вид. Пулеметы стреляют шариками вместо ракет фейерверки. Но это пока. В целом Куратос может выполнять вполне гуманные цели. Разбирать завалы, тушить пожары, спасать людей. В общем, перековать мечи на орала и этому девайсу расплюнуть. Кимоно – кокетливая челка, холодный стальной взгляд и лицо, не выражающее никаких эмоций. Он словно сошел со страниц комиксов или вышел из фильмов Акиры Курасава и Такеши Китана, повествующих о геройских приключениях самураев. Исао Мачи – современный японский самурай, мечтающий о подвигах. Но нет места для подвига в современной Японии, откуда ему взяться в стране бездушных роботов и бесчувственных компьютеров. И странствует самурай по планете, удивляя мир своей реакцией и скоростью. Разрубить катаной и бейсбольный мяч – не самый сложный трюк из арсенала Исао. Этот парень способен исполнить такие трюки, которые можно увидеть лишь в кино. Причем в кинолентах эти трюки нередко графически доработаны на компьютере. Он, если хотите, разрубит даже букашку, сидящую на волоске вашей шевелюры. И что вы скажете насчет того, чтобы разрубить самурайским мечом пулю, выпущенную из пистолета? Миф, а вот и нет. Это суровая реальность самурайской жизни. Как видите, разрубить мечом пулю вовсе не киношный трюк, а реальность. Пуля хоть и пластиковая, но скорость ее полета 300 км в час. К слову, как выстрел из пистолета Макарова. Не пытайтесь повторить подобное. Во-первых, это опасно. Во-вторых, вы попросту все равно не увидите пулю. Как говорит Исао, он прежде всего ориентируется на звук самого выстрела и летящей пули. Да и свои способности он оттачивает с 5 лет. Одним словом, нам остается лишь смотреть, открыв рот, и молча восхищаться такой реакцией. Вы смотрите разные новости на телеканале РАСТ-ТВ. И сейчас коротко о забавном, значительном и неординарном. Япония сделала громадный шаг в будущее рекламного бизнеса. Некоторые производители решили отдавать свою продукцию даром в обмен на рекламирование их товаров довольно необычным способом. На ногах девушек в мини-юбках. Маркетологи пророчат огромный успех этой бизнес-стратегии. Ведь всем известно, что интерес мужчин к женским нижним конечностям находится на постоянном высоком уровне вне зависимости от погоды, стабильности финансовых рынков и того, какое сейчас столетие. Известно, что на Востоке существенным элементом любой трапезы является красота сервировки и приготовленного блюда. И японцы вознесли это искусство до невероятных высот. На ваших экранах бенту – блюдо классической кухни, оформленное в стиле мультипликационных фильмов и иллюстраций к детским книгам. А это уже не просто обед. Это целый ритуал искусства. Живущий в японской Йокогаме кот по кричке Нона поражает своим уникальным умением сидеть точно как человек. В очередной раз Нона устроил в парке посиделки прямо на лавочке, расслабившись и облокотившись на железный подлокотник. Японский остров Окунашима полон милых кроликов. Вряд ли где-то в мире можно кормить с рук десятки и сотни этих пушистых созданий, которые совершенно не боятся людей и даже рады приветствовать их в своем райском уголке. А ведь в период с 1929 по 1945 год на острове находились заводские мощности императорской армии Японии по производству пяти видов боевых отравляющих веществ. В то время как большинство поваров стремятся едва ли не к абсолютной стерильности своих блюд, знатные японские кулинары щедро почуют своих клиентов грязью. В буквальном смысле слова. Хоть это и не обычная придорожная пыль или грязь с односточной канавы, а специальный чернозем из города Канума, тщательно проверенный на безопасность, он все равно намного чаще используется в удобрении растений, чем в кулинарии. При этом за изысканное кушанье с добавлением нажористой японской землицы с клиентов просит около 110 долларов за порцию. Вы смотрели разные новости на телеканале РАЗ-ТВ. Мы прощаемся с вами и напоминаем, что разные новости будут в эфире, покуда хоть одному человеку интересно жить на белом свете. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!